вы обманываете людей там и другое здесь одна фирма тоже самое да только отдельные вот сейчас где-то так подловлю во во чем не швейцария окно поскольку мы переночевали в гостинице галлия которая находится в друскеника и пора выложить честный обзор это центр друскеника и напротив отеля европа здесь если будете весной или летом шикарный музыкальный фонтан и на зиму они закрывают его делать из него такую шикарную инсталляцию и зимой и летом это ну такое место которое выглядит красиво то есть у них по идее нету никакого променада хотя есть река как ни странно и вот для того чтобы к чем-то компенсировать то есть люди все равно парочки гуляют по вечерам они делают сами эти достопримечательности вот летом это музыкальный играющий фонтан очень красивый а сейчас инсталляция такая музыка Ну, если честно, ночью, дурственника, не такой уж красивый городишко, но он ухоженный, милый, приятный, провинциальный. Сейчас покажу, как он выглядит, вход в ночной аквапарк. Субтитры сделал DimaTorzok Что прикольно, в самом аквапарке есть вот такая пиццерия, можно зайти и покушать пиццу. Раньше это была чили-пицца, а сейчас они, видимо, отказались от франшизы, и теперь это аквапицца. Ну, посмотрим, какая разница между чили-пиццей и аквапиццей. Что стоит заказать, у литовцев это квас, у них всегда очень вкусный квас, просто супер. Ну, если здесь есть национальные блюда, такие как кабинаки, эти кабины, и цепелины, это просто бомба. Если они тут есть, то, я думаю, это нужно заказывать и пробовать. Сейчас этим, собственно говоря, и займемся. Нам посчастливилось несколько раз кушать в этом замечательном кафе, точнее, ресторан-пиццерия. И средний счет на пятерых у нас был 25-32 евро. То есть средняя стоимость чека в этом ресторане составит 7 евро. Это действительно ресторан, а не забегаловка. Поэтому здесь будет все красиво, здесь будет все вкусно, и здесь действительно итальянская еда. Это правда. Вот, ну, рассчитывайте на то, что 7 евро на человека – это довольно неплохая сумма. Это ни много, ни мало. Это вот та серединочка, которая, как правило, рекомендована для хороших ресторанов. Для хороших семейных ресторанов, скажем. Продолжение следует... 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 закончили мы посещение аквапарка удовольствие нам обошлось 58 евро у нас три ребенка 2 взрослых было удивительно что у них нет детских билетов у них нет семейных билетов вот еще удивительно то что мы туда едем уже пятый год и раньше это стоило в два раза дешевле вот такая фишка но заполняемость его довольно хорошие еще и больших плюсов то что в хорошем состоянии прекрасном состоянии как мне показалось окно поскольку мы переночевали в гостинице галя которая находится в друске некой пора выложить честный обзор значит что надо ценить во всей в любой гостинице который ты приезжаешь это насколько тебя там ждут если там персонал все это делает только ради денег и не чувствует никакой не моральной не материальной не прочей ответственности неважно какая крутая гостиница там ловить точно нечего но если у людей это желательно чтобы это был семейный бизнес то есть когда работает вся семья и гостиница является их ним основным предприятием вот тогда это точно шик и блеск либо человек какое-то отношение имеет не к бизнесу а путешествием в целом чтобы он любил путешествие чтобы он понимал что путешественники в любой стране ценят и это пытался делать в своем интерьере не важно сколько у него денег мало денег значит будет скромно много денег значит будет шиком но результат должен быть одинаков итак мы сняли несколько номеров то есть два поскольку у нас пять человек три ребенка и два взрослых поэтому мы сняли два параллельных номера что было очень удобно у нас был номер 103 104 они двери друг напротив друга и мы не чувствуем никакого дискомфорта значит прежде чем делать обзор скажу сразу что все материалы строительные материалы у них есть уровень выше среднего и ниже среднего материалы строительные которые использованы здесь они средние либо ниже среднего то есть все делочные материалы они скажем так не дорогие но строители которые все это делали они так скажем не самые дешевые но ну действительно нет смысла заморачиваться на дешевых материалах и они то есть строительные отделочные работы я ценю как средний но для европейских потребителей таких как германия испания италия это норма вот для людей которые из посельского пространства они все-таки привыкли к чему-то более крутому более такому изысканному и поэтому здесь видно что это средненько и так стеночки у нас отделаны седьмой базы это скорее всего садолин потому что она мелкозернистая потолочек конечно дело не идеально потому что это самая трудоемкая работа но он компенсирует тем что здесь светильнички такие энергоэффективные довольно простые и нет интенсивного освещения это спальня для чего здесь другой свет нужен правильно поэтому косячки на потолке они скажем так незаметны мне очень понравилось рабочее место это полноценный рабочий кабинет то здесь девушка может себя привести в порядок и мужчина может заняться бизнесом это очень прикольно что еще мне очень понравилось это у нас вокруг туевый забор и мы живем в таком сосновом бару получается то есть вокруг сосны и туи и он находится у дороги то есть порядка шести метров от дороги но этот русский ненька это не нью-йорк и дорога не интенсивная и получается что этот зеленый забор круглосуточный круглогодичный зеленый забор он глушит это маленькие шумы и неплохие пакетные стекла то есть мы спали и днем и ночью ну нет никакого дискомфорта что интересно то что здесь есть на территории несколько таких беседочек я так полагаю что летом можно побегать по травке детям и посидеть на пати за шашлычком барбекю там кому что угодно спальное помещение она довольно большое то есть она могла быть даже меньше потому что здесь 4 метра на 4 16 квадратов хорошая только спальня здесь двойная кровать которая все посидели две предковатные тумбочки разумеется у нас маленький ребенок мы сдвигаемся на кровать чтобы у него ночью не было возможности упасть занавески сам текстиль и оценю как хорошие они очень плотные это дополнительное звукопоглощение то есть человек когда закрывает они настолько плотные что можно спать днем и они звукопоглощающие тюль прекрасные подоконники шикарные есть парочку таких картинок недорогих реплика выглядит довольно таки прикольно потому что они в стиль то есть везде цветочная тема что за спиной что здесь и почему бы и нет дальше у нас есть такая комната где мы можем отдыхать как она выглядит на выглядит во первых хорошим холодильником то есть холодильник не отельный маленький а он довольно большой холодильник вплоть до того что туда не знаю для чего можно много чего кладут может кому-то рекордскому косметику хороший samsung телевизор это панелька опять цветочная тема про который рассказывал и что здесь интересно здесь вот такой комплект где лежат кофейные кружки ложечки чай то есть если вдруг приспичило ночью захотелось зеленого чая там или кофейку попить с утра там чего-то не ожидает но нет проблем это все можно сделать прямо здесь еще один стол вот что интересно вот во всех номерах два стола предположим в женской части женщина может заниматься своими делами мужчина может заниматься своими делами нет проблем дальше есть вот такой кофейный столик небольшой и два такие креслицы напротив окошка выходом на террасу такую ну прикольно выход на террасу есть реальный то есть в каждом помещении два окна и выход на террасу зеленой зоны это прикольно огромный шкаф шкаф действительно огромный то есть хватает положить абсолютно все в этот шкаф мы положили все допустим чемодан здесь положили все куртки а мы зимнее время всего хватило зеркал здесь два то есть можно приводить себя в порядок независимо того кто вы что вы самое интересное что что ламинатик здесь конечно следует заменить он в негодном таком состоянии он 31 класса 31 класс ламинат он не используется в отелях здесь должен быть 33 плюс класс но сейчас его покажу не есть такие дефекты что вот такие вот маленькие щелочки когда это опасно когда нету полноценного ухода если люди не убирают каждый недельный отель там попадается микро частицы грязи не было бы неприятно если мой ребенок маленький ползал по такому паркету но в этом случае здесь не чисто паркет пришел в негодность вот эта система говорит о том что здесь не только конвекторное отопление здесь у нас стоят система отопление и подогрев пола подогрев пола дает общий комфорт и поскольку это прибалтика здесь очень важно что был подогрев пола потому что тогда помещение сухость воздуха будет допустим 30 процентов можно такую достичь можно включить конвекторное отопление и она будет 50 60 то есть вы можете регулировать не только температуру в номере но еще можете регулировать влажность заходим в санузел санузел как я еще раз говорил он скромненький но он очень чистый здесь дешевая польская плиточка и недорогой алюминиевый потолочек но выглядит очень достойно количество света здесь только сколько нужно есть 110 вентиляционный диффузор он красавец полотенца хорошего качества и полотенцев соответственно хватает вот такой замечательный полотенцесушитель он выглядит чем-то похоже на советский союз но это реально нержавейка и как ни странно это самый дорогой аксессуар здесь я в этом понимаю дополнительные полотенца для ножек висет это приятно туалетной бумаги 2 это очень замечательно потому что туалетная бумага поедали чем нужно около маленький ребенок забегали допустим помещение начинает хулиганить иногда бывает что рулон заканчивается быстро и очень хорошо что есть дополнительно есть вантус то ли простой польский мусорный простой китайский и душевая система тоже китайская тоже очень простая но она функционирует здесь есть хорошая горячая вода и нету самых страшных вещей которые я не терплю например когда здесь не просиликой на или плесень например когда в углу какая-то плесень то есть когда ты заходишь санузел и чувствуешь какой-то запах ты понимаешь что гигиенически это опасное место как здесь можно быть маленького ребенка непонятно в этом случае нет санузел очень ухоженный санузел в очень приятном состоянии и очень дешевые приборы используются но отель играет низкой ценой это низко бюджетный проект на низко бюджетном проекте но редко когда попадаются дорогие вещи понимаете да и поэтому люди максимум выложились это прям чувствуется во всем чтобы здесь было комфортно и удобно вот такие китайские аксессуар очки стаканчик мыло такая полочка интересная но небольшое зеркало кстати с подсветкой подсветка не работает но света честно говоря хватало он даже и не нужен был фер фен валера фен стандартный но он с влагозащиты это очень прикольно то есть тут дополнительная розетка есть можно ее перекрыть можно и оставить но это скорее них не опция просто валера швейцарские агрегата он наверное 80 процентах во всех отелями он используется он потому что он действительно безопасный двери здесь тоже дешевенькие такие евриков за 150 200 не более и санузел с коллекцией польской плитки евриков тоже на 400 тянет я имею ввиду саму плитку но все аксессуары работают все функционирует и все довольно комфортно то есть здесь видно что за этим отелем идет уход в этом отеле завтрак завтрак мне показалось тоже с душой когда мы в букинге смотрели отзывы об этом отеле у него была крайне высокая оценка для дешевого такого отеля получить такую хорошую оценку я не знаю надо для этого постараться и теперь я понимаю почему потому что мы наткнулись на уборщицу которая утром нам сказала ребята доброго утром хорошего дня и улыбнулась это очень приятно у нас было две девушки которые нас принимала ну ночь и девушка которая принимала утром на рецепции все необаятельные все немилые и никакого намека на хамство на грубость ничего подобного нету второй момент когда мы спустились покушать там было действительно все скромно но попытались сделать такой же тут стол как где-нибудь в турции то есть это огромный стол на котором было все раскидано и сказать что мы вышли оттуда голодный нет сказать о том что где-то жлобились и не докладывали каких-то сосисечек или еще чего-то такого тоже не было то есть душа здесь у этого отеля есть коллектив здесь однозначно хороший и здесь есть все что соответствует норме низкобюджетного отеля то есть по минимуму здесь есть все чем хороший этот отель сейчас объясню мы сюда приехали для того чтобы кататься на лыжах как большинство из вас для того чтобы забежать в аквапарк обязательно и для того чтобы покататься на фуникулёре и также попробовать все минеральные источники которые находятся в русский динкай а вот и у нас был например вариант остановиться в отелях таких как там флора допустим такие как вильнюс таких как ну других уже не буду знать европа например так вот стоимость на нашу семью остановиться там одной ночью вот в этот период когда мы были а мы были мы были в январе сразу после нового года вот составляла на нашу семью по моему 350-370 евро 350-370 евро на один день то здесь мы остановились взяв два номера два номера у нас здесь 70 евро то есть понимаете насколько они конкурентны по цене и нам здесь надо было переночевать позавтракать и мы отсюда выходим мы фактически из 24 часов только 8 мы даем сну в этом отеле а все остальное мы не находимся в отеле поэтому мы не наслаждаемся комфортами отеля которые могли бы быть например по флауре или других крутых вещах а мы действительно наслаждаемся городом а здесь мы получаем то что мы должны получить на 370 евро мы могли в этом отеле прожить наверно не 10 мне так кажется но по крайней мере неделю сто процентов чем где-то становится в другом конечно же если у вас молодая пара и вы делаете там какой-то романтическое путешествие у вас какой-то юбилей или еще что-то может быть надо отеля брать классом повыше но если у вас семейный полноценный отдых это тот отель который вам рекомендую если оказались в дурскеника я показал вам красоты этого отеля для чего это делаю для того чтобы сказать что семейный отдых и если вы видите семьей дыхать здесь действительно безопасно это проверено нашей семьей и рекомендовано это был честный обзор этого отеля я думаю будет вам полезен если вы вдруг здесь как выглядит парковка где он находится вот это огромное здание это беларусь санаторий беларусь она находится ровно через дорогу от беларусь но что мне здесь понравилось не знаю камеры схвачу ли нет здесь на парковке бегает около 10 белочек вот так выглядит отель только что пробежал у нас под колесами две белки вот на сосне белка еще одна хвостиком а вот перепрыгнул на ветку то есть смотрите такой деревянный вид дети ваши могут наслаждаться тем что здесь по парковке бегают белочки парковку надо сказать большая и оценю где-то на 50 машин смело она круглосуточно открыто под камерами что тоже неплохо этим мы выходим из отеля и у нас белка перебегает дорогу значит смотрите не смущайтесь здесь на отеле написано vita находится у дороги и написано vita почему потому что если вы зайдете на сайт галия вот их не буклет то мы выясняем что это комплекс отелей то здесь я так понимаю что мы и сама остановились в эконом классе но здесь есть что-то и покруче и он этот комплекс отелей состоит из трех отелей это vita галия и айсти по моему называется вот и соответственно здесь есть несколько вариантов вот почему здесь большая непропорциональная парковка потому что эта парковка общая на три отеля как я говорил раньше то есть вот здесь заезд получается вот санаторий беларусь и мы попадаем на комплекс отелей сейчас мы решили отправиться погулять своей семьей подростки ника и утром у конечно еще красивее чем ночью слева находится отель беларусь такие каркасные деревянные домики в перемешку с постмодерновыми домами и что интересно последнее время начали появляться уже современные дома отделаны таким немецким клинкером и интересным вариациями дизайнами и так далее насколько я знаю насколько я слышал что во первых я по себе почувствовал что если взять допустим три года назад и сейчас дурский некай подорожал ровно в два раза раньше здесь можно было отдохнуть в два раза дешевле что изменилось во-первых вели туристический налог он составляет сутки 1 евро человека в день немного но хорошо во вторых стало ухоженней стало больше строек недвижимость здесь подорожила подорожала в 10 раз не потому что какое-то эксклюзивное место потому что при резком росте недвижимости то есть было очень выгодно сюда вкладывать денежки как я понял здесь кто-то умный человек привлёк сюда еврофонды то есть еврофонды это когда европа финансирует 50 процентов а то и больше остальные добавляют сюда инвесторы и поэтому из этого городка за годика два-три сделали действительно курорт настоящий которому не хватало каких-то положительных ноток то есть если раньше вы туда приезжаете в не сезон здесь сделал нечего если вы приезжаете в сезон то объем то чем вы здесь можете заняться ну не скажем не велик то сейчас во первых архитектура города преобразовалась он стал современным курортом раз во вторых по европейским меркам он в любом случае не дорог в третьих 10 минеральные источники за которыми съездить в италию допустим будет стоить в три-четыре раза дороже дальше здесь есть фуникулер это дополнительное развлечение здесь есть лыжи круглый год специальное такое заведение где можно и и летом покататься на лыжах это тоже плюс здесь есть один из самых шикарных аквапарков регионе в третьих здесь необычайно культурные люди очень культурная нация именно в этом регионе то есть такого качества литовца ты не встретишь ни в тракай не в клайпиде допустим не вильнюсе это как примерно россиянам объяснить что такое питер и москва примерно так вот большая близость к белоруссии моим вот замечание примерно каждый второй турист здесь из белоруссии и они пополняют разумеется бюджет очень приятно что здесь нету такого сегмента национализма то есть насколько я понимаю по литовским законам вовсе не обязательно все надписи делать на русском языке но здесь они есть везде поголовно вот куда бы не плюнули все объясняется на русском языке среда для комфорта на русском языке основной потребитель услуг туризма здесь говорит на этом языке и здесь все сделано для того чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и пополняли бюджет и государства и города это очень приятно и еще дополнительный плюсик почему суда стоит приезжать и комфортно тратить свои денежки но разумеется вы будете отдыхать также здесь все очень комфортно так выглядит вход фуникулер и как я и говорил здесь на трех языках на английском русском и литовском сейчас узнаем сколько стоит и и и Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 швейцарских альпах вот сейчас это так вот ловлю во во чем не швейцария прикольно сделано сейчас мы находимся например швейцарии сейчас мы перенесем те голландию надо ближе просто подойти то есть если вы приехали в тульский не кай и хотите хороших знаковых фоточка швейцарии или других регионов земного шара здесь их можно сделать это плюс здесь можно погуляться вот по такому имитируем городишки а то есть на скользь камеры пробежал скажите мне что не нахожусь в каком-либо из регионов швейцарии то есть можно делать достойные фоточки и быть при этом в экипировке лыжника и это предположим будет июль или июнь вот молодцы литовцы молодцы литовцы которые живут от кинька и и те кому пришла в голову идея сделать такую вещь то есть раньше думал что белорусы едут сюда фоточка вот такая белоруса сделана турскимика обойдется в 500 евро а в швейцарии это в две с половиной в три с половиной тысячи евро результат будет такой же ощущение будет те же самые кухня будет гораздо вкуснее чем в швейцарии это я вас уверяю и горнолыжный курорт здесь но если вы не профессиональный лыжник там не фанат экстремал конечно в швейцарию за три с половиной штуки а за пяти хаточку очень атмосферная местная снов арена конечно приехать дурскимика и не приехать сюда большие глупости если я все правильно понимаю можно проверить на сайте 29 евро стоит катание здесь на ватрушке на лыжах он ребята говорят очень достойница приезжают профессионалы с профессиональным оборудованием в основном из белоруссии в основном потому что дешево вот но выглядит очень круто очень круто и я например из латвии мне обидно почему у нас в латвии в сиболде в десятки раз круче чем здесь но зараза предприимчивости нету понимаете есть всякие бюрократы нацики и прочие уроды которые мешают региону развиваться а здесь люди не парятся надо писать надписи на русском на японском на американском на любом лишь бы регион развивался лишь бы люди были счастливы лишь бы люди были довольны такую штуку можно построить в любом регионе для этого по моему мнению надо примерно группу инициативных людей 50 тысяч евро примерно на проекты и на составление бизнес-плана и привлечение компании по финансированию из еврофондов все проблем никаких нету из любого и убогого региона можно сделать вот такую замечательную вещь для развлечений как еще раз повторюсь я из латвии у нас сибула правда в десятки раз круче но ее в советское время развивали а сейчас там совершенно другой тренд и все стоит со времен совка находится это примерно 500 400 километров от этого места но вот здесь есть пример успешной экономики пример успеха а у нас латвии заплатили журналистам они написали мне рассказали видео о примере успеха и на этом все закончилось сволочи депутации приедете сюда и посмотрите как надо работать ложку депутации я позволил себе почку мёда правильно едем дальше и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 И этих лечебниц здесь довольно много. Их можно погуглить, там и санаторий ИГЛЭ, самый популярный, по-моему, и Беларусь, и УПА, по-моему, так он называется. В общем, их масса. Нам пока это не нужно, нам пока нужны какие-то другие достопримечательности, которых для семьи здесь немного. Все-таки это оздоровительный, скажем, курорт, и люди в целом приезжают сюда за здоровьем и за лечением, как правило. Здесь за моей спиной можно видеть, как расстроилась Дурскененькай. Вот эта улица, то есть это буквально маленький поселочек, но сейчас он уже будет тянуть на хороший такой комплекс-мегаполис. Но тут, опять же, под вопросом недвижка, когда я цене здесь подняла чуть ли не в десятки раз, для кого это будет очередной мыльный пузырь, для кого это будет приятное инвестиционное поле, а для кого, может быть, все это обернется вот таким образом. Этот перевернутый дом находится напротив вот этого огромного комплекса, который строится. Так что вполне возможно для кого-то это будет целое состояние, выкрашен на рынке недвижимости, а для кого-то вот такое фиаско, как обычно бывает у нас с недвижкой. Перевернутый дом, как памятник, находится в центре Дурскененькай. Это его довольно дешевый вариант. Вход в перевернутый дом стоит 10 евро. Семейный билет сейчас посмотрим, что он есть там, посмотри, внутри или нет. Перевернутых домов по всей Европе разбросано великое множество. И в нормальный дом, когда заходишь, чувствуешь такое легкое головокружение и опьянение. На самом деле этот дом неправильно сделан, потому что здесь не чувствуешь, где потолок, где пол, потому что все сделано в деревянном стиле. То есть потолок и пол должны отличаться. Потолок должен быть белый, пол в пространстве человека должен быть любого цвета и стены, соответственно, третьего. А здесь ты заходишь в деревянную будку такую, и не чувствуешь никакого кайфа, никакой разницы. И понимаешь, что это дешевая подколка за самую высокую цену в перевернутом доме. То есть в течение перевернутом дом везде в Европе стоит 5-7 евро. Но здесь это просто развоняк. Сделано все некачественно и неправильно. Не похоже это на ванную комнату, хоть вы убейте. Что это за бред такой? Жесть как некрасивая, жесть как некачественная. Это просто разводняк. Но за неимением других достопримечательностей в эту достопримечательность, то есть их не так много, но, видимо, придется людям попадать на этот развод. Так что, если у вас есть возможность пропустить эту достопримечательность, пропускайте. Тупо выкинуть на ветер деньги, ноль ощущений, ноль кайф. Добрый день, смотрите. А на фотографиях то, что сфотографировано, то, что внутри, это неправда. То есть я хотел купить у вас билет и посмотреть то, что на фото. Вы обманываете людей? Там другое, здесь одна фирма, то же самое, да? Только отдельные аттракционы. А почему вы не делаете фотографию, что внутри? Перевернутый дом здесь, а там это гравитационная, вверх... Это гравитационная комната, не перевернутый дом? Перевернутый дом. Это? Да. А там есть другое место. Ну, другое аттракционное. Я считаю это обманом клиентов. Знаете, я не хозяин, я только работаю, как и вы можете сидеть. Они просто, я не знаю, какое... Если что-то им надо обратиться, я не делал рекламу. Все, все, большое спасибо, извините. Продаю им все. Так что, если будете в Друскине Никае обходить это место, то, что здесь на фото, не соответствует тому, что здесь внутри. Это просто туристический развод. Ну, здесь надо сказать, что не могу порадоваться за жителей Друскине Никае, и кто бы это ни построил, с какой бы целью, город действительно стал современным, красивым, и нам, туристам, приятнее ходить и видеть не только какие-то трущобы, развалюхи исторические, да, которые не должным образом отремонтированы, но вот это вот, это лицо города, лицо современного города. И здесь приятно видеть вот такой современный небоскреб, допустим, на фоне старинной церкви. И то, и другое как бы приветствуется, и это все дополняет такие маленькие нотки, которые ты собираешь, 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 и там в целом собирается картинка, ощущение о городе в целом. Это очень прикольно, что здесь есть и старинные дома, деревянных построек, ну, в хорошем состоянии, и что-то такое вот, ноу-хау новое. В любом случае, негатива об этом городе нету, очень позитивно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мне понравилось довольно прикольное, позитивное местечко. Это костел 1330 года. Заложили первоками его постройки, очень старинные. и свободное посещение, не навязчиво, ничего попросило. Только девушка с ней головной убор, лоханулась немножко. Конечно же, в костел нельзя входить в головном уборе мужчинам и с непокрытой головой женщинам. Но стандартное правило, по-моему, везде такое. Исправился и потом решил никому не мешать, аккуратненько фокусом поснимал. В католических храмах они неправославные, все гораздо скромнее. Ну и состояние, конечно, у них всегда идеальное. Продолжение следует... Продолжение следует...